Трэйлбейзер Теоретически все от 12 появились. Меня слышно? Ага. И экран видно, да? Там. Окей. Ну, туда я начну. Меня зовут Саша Ремьев. Я сегодня хочу вам рассказать про Трэйлбейзер. Такой джем. Который был создан для усовершенствования архитектуры, которую нам предлагает Rails. Ну, если начинать с того, что представляет Трэйлбейзер, как говорит его создатель Ник Саттерн. Это высокуровневая архитектура для веба, которая дает возможность структурировать бизнес-код приложения. Другими словами, Трэйлбейзер дает возможность определить четко и определить четко конвеншины то, как структурировать нашу аппликацию. Для этого в принципе необходимо немного усложнить структуру MVC. Ну, сначала перейдем к тому, почему именно наши MVC нам не подходят. Ну, каждый, думаю, стыкался с такой проблемой, что ну, в общем, на самом деле MVC довольно-таки хороший подход к организованию архитектуровых приложений. То есть, он дает нам достаточно много плюсов. это скорость, с которой мы можем писать приложение, простоту. И, в принципе, мы можем элементарный сайт, элементарную аппликацию написать за 10 минут. Но, к сожалению, если это большая аппликация, наши вьюхи, контроллеры, модели начинают обрастать кодом. Соответственно, у нас появляются вьюхи полные ифов, контроллеры с бизнес-логикой и модели на сотни строк. Ну, и, в принципе, с этой проблемой Ник Саттерер решил бороться, если у кого-то возникает она, при помощи своего при помощи подхода к организации архитектуры Rails, в принципе. Ну, на самом деле, может быть не только Rails, а и Synapse и другие приложения, фреймворки, он подходит к организации архитектуры таким способом. То есть, он сверху MVC настраивает еще несколько лейеров, с помощью которых мы можем более четко структурировать архитектуру. В принципе, это не всегда означает усложнение написания кода, как заявляет сам Ник или Apatonic, как он подписан в GitHub. Это позволяет наоборот более четко знать, куда писать конкретный тип кода и избавиться от Redundant кода. Переходя именно к структуре, которую предлагают, к структуре файлов, которая предлагается в Trailblazer, здесь новый подход на основании концептов. в папке Up добавляется папочка Concept и уже не так, как в MWC Model ViewController, а у нас есть конкретный какой-то concept, например, Command, как мы будем рассматривать на примере дальше, и там мы уже каждый лейер архитектуры задаем. начнем с контроллеров. Так выглядят контроллеры в Trailblazer, они на самом деле не предназначены только для ну определяются экшены и эти endpoint просто диспатчат данные, которые по рамсу прямо на Operation это новый класс, который мы задаем в Trailblazer. Соответственно так выглядит сам Operation здесь происходит именно уже здесь процесс валидации создания объектов и сохранения их. Если говорить о валидации, то для этого служат контракты мы видим вторую строчку контракт контракт вызывается модуль контракты, который является в котором определяется класс, который является классом реформа джема и здесь уже отдельно не так как у нас в рельсах, а в отдельном классе определяются все валидации. потом каждый оперейшн имеет единственный паблик процесс, куда передаются парамсы. парамсы здесь проходит процесс валидации. Сначала создается объект, в данном случае мы создаем коммент, мы будем вообще говорить о каком-то конкретном комменте и передаются парамсы сам объект и если в контрактах на основании контрактах вся валидация прошла, происходит сохранение данного объекта, как мы видим передается блок сохраняется и после этого мы можем вызывать колбеки. В данном случае для каждого конкретного end-поинта определяется напор колбеков и они напрямую вызываются. В данном случае мы вызываем callback aftersave и делаем такую-то операцию, которая нам нужна. В данном случае, как мы видим, что это нам дает? Мы заставляем структурировать код модели в реальности. Как я это понимаю. модели нельзя так точно сказать, что мы используем модель в Trailblazer. На основании архитектуры Trailblazer мы структурируем модель рельсов. Более четко и более определенно. мы не можем написать бизнес-логику и в контроллерах, и во вьюхах, если надо. Соответственно, Trailblazer заставляет помещать код в определенные места, четко определенные места, которые на самом деле более красиво выглядят. Потом сама модель, которая создается в Trailblazer, она отвечает только за релэйшн и за скопы. За все остальное отвечает оперейшн, который мы рассмотрели. как рендерироваться вьюхи. У нас есть какая-то view, где на самом деле мы здесь рассмотрим пример на основании cells. В данном случае мы просто вызываем методы, в которых описано то, что необходимо выполнить во view. Например, author link мы вызываем во viewхе, это хамоновское review, по стандартам, и вызывается метод, который рендерит mq. в в принципе, в принципе, это основное то, что я хотел сказать. более подробная информация можно посмотреть на trailblazer. есть какие-то вопросы? это операцию. операцию. в вопросы есть? Иван в ходу туда. Туди туди всем дякую. что может кто-то хочет что-то спросить? а ну поднимайте рубер. хорошо. это все. спасибо. так всем дякую. хочу что-то хорошо рассказать, какую-то презентацию вы вертаетесь пишите. Будем рады чего-то.